Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Георгий Гришин. Много лет подряд я уже называю Джордж Гришин. Отчество в таких случаях запоминается. Георгий Владимирович Гришин. Джордж Владимир Гришин. Говорю я с вами из города Дэнии, прекрасного солнечного города на побережье Коста-Бланка, где мы уже 8 лет работаем. И рассказывать я буду вам о страховании. Страхование, иншуранс, убеспечение, сигурас, ферсишерунг, ассюранс, вахутусаки юхтио. Не помню уже. Абдрушинашана. Я, по-моему, знаю это слово на всех разных языках. Скучно оно иногда звучит? Может, да. Не знаю. Может, нет. Я занимаюсь этим делом 36 лет. С августа 84 года. А теоретически еще за 6 месяцев до этого, когда писал, как это называлось, диплом в Московском финансовом институте. И никогда за все эти 36 лет страхование мне не казалось скучным. Попробую вам передать мои чувства и мысли по поводу страхования. Попробую поделиться вот этим самым интересом, который я вношу в себе уже почти четвертый десяток лет. Моя жена Катерина, тогда непосредственно, наверное, появится в этом видео, занимается страхованием 23 года. Тоже находит это интересным. Компания моя, Oakshot Insurance, существует в Лондоне, в Киеве, в Москве, в Питере, в Алма-Ате, здесь, в Дене и в Испании. Уже 27 лет в этом году. И мы все не скучаем. Со своими коллегами Барри и Самсоном я работаю с... Ого! В этом году будем 25 лет отмечать. С августа 95 года. Так почему страхование? Прежде всего, это интересно. Чем интересно? Интересно теории, страховая теория. Я постепенно передам вам свое ею увлечение, но страховая теория – это океан. Интересно практикой. Мы не страхуем что-то неясное. Да, сейчас страхование становится повешенным в интернете. Как бы отделяется от реального носителя. Но на самом-то деле мы страхуем реальные вещи. Пароходы, которые там стоят в гавани города Дени. Самолеты над нами иногда пролетающие, но, конечно, не во время карантина. Заводы, фабрики. Что я страховал в моей жизни. Потом перечислю, конечно. У меня будет официальная презентация. Но просто это реальные вещи, предметы. Это реальные юридические отношения. И это реальные люди. Страхование – это people's business, всегда говорится. Поэтому, окунаясь в страхование, особенно в международное страхование, в котором я работаю, вы окунаетесь в громадный океан. Океан экономики, право, финансов, географии, естественно, истории, культуры и языков. Да, страхование никуда не денется. Никуда. То есть вы не сможете войти в него, только обладая одним языком родным. Русский я обожаю, и на нем думаю, и сплю на нем. Но английский уже сколько, 36 лет является моим основным рабочим языком. Испанский для меня язык страны проживания, и я надеюсь, будет точно так же рабочим языком. По-немецки, по-французски, естественно, по-итальянски я смогу понять, о чем идет речь в страховом тексте. Не надо бояться всего этого. А иногда надо и знать, что происходит. Потому что страхование – это реальный практический океан. И вы здесь узнаете очень-очень много всего разного. Вы страхуете пароход, вы узнаете что-то о том, что он возит откуда-куда, какая на нем команда. Вы страхуете самолет, вы что-то узнаете об аэродинамике, о самых разных направлениях. Вы страхуете газопровод, вы узнаете, как, собственно, газ проходит по этой самой трубе, что нужно, какие компрессоры нужны для того, чтобы газ попал из одной точки в другую и так далее и тому подобное. И более того, в международном страховании, да и во внутреннем тоже, в People's Business, конечно, постепенно страхование перейдет в интернет. Но страхование чего? Машин, домов, того, чего много. Медицинское страхование, естественно, от несчастного случая, выезжающих за границу. Но страхование единичных объектов, оно всегда будет существовать в реальной среде. Вот этот вот дом, 14-этажный, ужасно портящий мне вид. Отель на берегу Дэни. Их всех надо посмотреть, их всех надо оценить. Значит, кто-то это должен сделать. И получается, что страхование – это не только отрасль, где работают два человека. Вот клиент, так называемый, страхователь, вот страховщик, страховая компания. This is the insured, this is the insurer. Посередине и вокруг всего этого стоит очень много других профессий. Я страховой брокер, я стою посередине. Между insured или reinsured, или страхователь, и insurer, или reinsurer, страховщик, или перестраховщик. Я посредник, intermediary, страховой брокер. Так? Но для того, чтобы хорошо застраховать. А. По правильной цене. Не обязательно дешево. По правильной цене. И. В. С покрытием всех возможных рисков. Мне нужно привлечь сервейера, который осмотрит вот этот дом, или он тот вот пароход. Мне, возможно, если произойдет убыток, нужно привлечь юриста, чтобы помочь разобраться со страховой компанией, если она вдруг попытается соскочить. Мне, возможно, нужен будет специалист финансовый. Рассчитывать вероятность убытка, рассчитывать вероятность риска. Мне может понадобиться специалист по форенсике, если, например, склад сгорел, от него ничего не осталось, и нужно изучать убыток на основании документов. То есть получается, что эта отрасль настолько широкая, что нам приходится общаться со всеми. Начиная с документов, никуда не денешься. Иногда просто присылается или приходит по e-mail пачка документов, и мы все их начинаем крыжить. Кончая, а вернее, начиная с реальными людьми. Поэтому раньше, до эпохи карантина, страхования, это было еще путешествие. Для меня, любителя путешествий, это был потрясающий мир. Я объехал весь бывший Советский Союз. Как я говорю, 15,5 стран, потому что я был в Приднестровье, не совсем до конца признанной стране. Правда, в Осетии, в Абхазии не был. Нет, в Абхазии это был, конечно. Значит, в 15,2 страны. В Осетии не был. Я был во всех странах Европы. У меня осталось две всего, почему-то Мальта и Исландия. Я был в таких маленьких странных местах, как сад Барина, Андорра, Албания. Объехал я всю, кстати, по поводу страховому, всю бывшую Югославию, интереснейшие места. А вот что. Страхование дало мне возможность писать. Лет 25 назад я начал записывать свои путевые заметки. Это привело к тому, что я написал три здоровых книжки по страхованию. Действительно здоровых. Последняя, изданная в 2012 году, это два тома 900 страниц с автором. Предыдущая в 2007 году была два тома 1300 страниц с несколькими с авторами, но 1000 страниц с Будемоими. А потом я переключился на написание путевых заметок. Так что сейчас я в основном специализируюсь на написании книжек по истории, культуре, географии. Но по страхованию я пишу, когда нужно будет защищать права моих клиентов. Поэтому получилось так, что не зная языка письменного, будь то русского или английского, в страховании, конечно, не стоит ходить. Страхование очень сложно без математики. 0,7 от 1,5 млн. Сколько это будет? Мгновенно считаем. 0,7% от 1,5 млн. Посчитали уже? Конечно, это будет 10,5 млн. Правильно? Проверяем. Вот так должен работать любой страховой специалист. Понимаете? Без математики всегда никуда. Ну и с другой стороны страхование – это смех. Смех в чем? Радость сообщения. Радость каких-то конференций. Мы проводим конференции. Проводили конференции три раза в год свои. В Питере, в Киеве, в Одессе. Все время ездили на чужие. Ну, что делать? Сейчас может быть временный перерыв с конференциями. Катя, подойди. Предъявись как страховой специалист. Помаши рукой. Вот, Катя. Она тоже страховой специалист. Катерина Гришина. Она занимается в основном медицинским страхованием и страхованием всей недвижимости. Ну, но пока все. На первый раз все. Не знаю, зажег я вас страхованием или нет, но, по крайней мере, сюжетик записал. До свидания. Спасибо за внимание.